Все говорят о том, что мы отстаем. А почему отстаем, не говорят. Значит, так и будем дальше отставать. После войны наш инженер создал систему управления, ну, в рамках Министерства обороны. Хорошо всё. ЦК КПСС остановила. А как же Портком, Аппортбюро, Аппартийные организации, они что будут делать? В 70-м году запустили систему АСУ, автоматическую систему управления. Опять остановили. А как? Что будет делать КПСС-то? Если всё будут управлять техника новая и инженеры, которые чаще всего не были членами КПСС. Ну, хорошо, это прошлое, настоящее. В этом зале. 96-й год. Мы, фракции ЛДПР, вносим закон о государственной программе создания единой системы электронного денежного обращения и кредита в РФ. Принят закон? Нет. 98-й год. О трансформации денежной системы РФ. Не принят. 99-й год. Об информатизации банковской системы РФ с использованием мировой информационной сети интернета. Так кто виноват-то? Мы вот отстаём, отстаём. Ладно, советской власти уже нет, но уже при другой власти в этом зале три нужных закона не были приняты в том веке. Сейчас прошло 18 лет, парламентские слушания мы организовали. Поэтому прежде чем добиться успеха в экономике, с учётом специфики нашей страны, сперва цифру надо ввести в демократию. Только потом пойдёт экономика. Если демократия схватила экономику вот так, вы сто раз можете цифру вводить, а она не пройдёт, цифра в экономике. Потому что нужно, чтобы, значит, вот, как мы цифру в демократии, я не говорю завтра, но в перспективе, зачем парламенты нужны, депутаты, партии, профсоюзы. Прямая демократия нужна. И мы к ней придём обязательно, и весь мир. И пусть граждане дома голосуют. И голосовать, не слушая ролики, сейчас ролик один раздаётся, ну и что Титов, ну и что Титов, ну и что Титов. Что он хочет сказать? Что все остальные ерунда, вот про Титова подумайте. Вот цифра пришла в рекламные ролики. Он думает, что он будет воздействовать на избирателей. Кто такой Титов? Давайте посмотрим. Вот видите как. То есть это, конечно, не годится. Пытаемся влезть, так сказать, сбоку откуда-то ещё. Значит, должна быть именно прямая демократия, чтобы мы принимали законы. А как выборы? Вот сейчас выборы президента. И что будут люди делать? Вот как они выберут-то? Программы-то одинаковые у всех. Всё должно быть, чтобы в базу данных, в компьютеры внести их. Что они говорили за последние 10, 15, 20, 30 лет. И тогда машина определит словарный запас, количество тем затронутых и количество выступлений. И внизу даст IQ. И люди будут видеть, чего стоит каждый из кандидатов. Это машина должна определить. Если будут люди участвовать в выборах, определять, за кого голосовать и агитировать. Артисты разъехались, спортсмены. И что мы дальше? Солнце было знатных доярок, комбайнёров. Все голосовали. За, за. И где страна? Надо дать идеологию. С чего стоил человечеству фашизм, коммунизм, расизм, либерализм и прочие-прочие вещи. Посмотрели? Вы кого представляете? Левых? А вот они, что натворили в мире. А вы либералы? А вот вы, что натворили в мире. А вы центристы? А вы консерваторы? Ага, вы это самый умный по IQ. А это представляет идеологию самую кровавую. Вот я выбираю того, за чьей спиной нет ни капли крови. И который самый умный. А если опять будем избирать просто потому, что поехали все там артисты и физкультурники, ну тогда ничего хорошего не получим. Поэтому у нас специфика, у нас царь не смог досидеть до конца. Его убили. Правящая партия не смогла досидеть до конца. Можно хвалить сколько угодно. Войну выиграли, космос, всё отлично. Но результат-то конечный. Позор. С позором ушла. Демократы с позором ушли. Из этого же сходить. Мы должны оценивать итоги. Вот цифра должна быть в итогах. А не потому, что... Там предатели были. Да и так не может быть. 18 миллионов предателей. Это оскорбление тем честным коммунистам, которые себя предателями не считали. Поэтому нужно всё сделать обязательно. И двигаться быстрее вперёд. Всё должно быть у нас в электронном исполнении. Всё. Старшему поколению помогут волонтёры, органы опеки. А молодёжь готова. Карточка, смартфон, мобильник. И совсем взять отпечатки пальцев, сетчатка глаза, голос. И будет полная идентификация. И остановим преступность. Как взятку будем давать, если наличных денег не будет? Как? Сложно. Движение денег-то по безналу всё это видно. Как будут продаваться наркотики? Минуточку мне ещё. Добавьте, пожалуйста. Я единственный здесь кандидат в президенты. Это уже плюс. 450. Ни одного же нет. Идёт девушка там откуда-то с порнографией, сборщик клубники и разливающий шампанское. Или нафталиновая экономика Явлинского. Вот цифры в экономике. Разве можно было приватизировать? Скажите. Нельзя было приватизировать. Госсектор мощный. Не трогайте его, не прикасайтесь. Вот на рынке сейчас есть. Открывай лавочку, мастерскую и так далее. Они всё отлично охапнули и уехали за границу. Нам зачем такая приватизация? Это было преступление, а не приватизация. Поэтому обязательно всё в электронном виде. Конечно, там возможны какие-то злоупотребления. Но банки пусть работают, они спят. Можно ограничители поставить, что с этой карточки может быть в месяц проходить 500 тысяч. 800 пошло, остановите платёж. Банки сидят и спят. Надо разбудить эту банковскую систему. Её правильно сокращают. Оставить 4-5 банков. Посадить настоящих специалистов. И везде должно быть безнал и электроника. И тогда у нас будет больше успехов. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!